На библейский портал «Экзагет» пришел вопрос, заповеди Христа отменяют заповеди Моисея или являются их продолжением? Поставим вопрос в более широкой форме. Вообще Новый Завет отменяет Ветхий Завет или является его продолжением? Мы должны прямо ответить на этот вопрос, что Священное Писание обоих Заветов, и Ветхого, и Нового, одинаково нами принимается. Но мы, конечно, понимаем, что Новый Завет — это осуществление того, что было написано в Ветхом Завете. Как некоторые говорят в стихотворной форме, Новый Завет в Ветхом скрывается, а Ветхий Завет в Новом раскрывается. Но тоже, конечно, относятся и к заповедям, то есть к этому вопросу, который как раз нам задан. Заповеди Христа, конечно, не отменяют заповеди Моисея. Да и как можно отменить заповедь, например, «Не убей» или «Не укради» или «Не лжесвидетельствуй» или «Почитай отца твою и матери твою, да благо тебе будет долголетен, будешь на земле». Разве можно отменить заповедь о любви детей к родителям, о почтении их и обетовании, которое дано в пятой вот этой вот заповеди, о том, что ты будешь долголетен на земле, что благо тебе будет, что неужели Господь Иисус Христос, придя на землю, пришел на землю для того, чтобы отменить заповеди о недопустимости убийства или о почтении отца и матери. Конечно, нет. Поэтому в этом смысле заповеди христианские нисколько не отменяют заповедей и ветхозаветных заповедей Моисея. Тот же Бог, который давал заповеди Моисею, тот же Бог, воплотившись в лицо Святой Троицы, Господь наш Иисус Христос, тот же Бог, взойдя на гору, произнес нагорную проповедь. И вот эти заповеди блаженства, девять заповедей, блаженно нищие духом, так они начинаются, каждый из нас их знает, конечно, в большей степени соответствуют духу христианства. Вот те заповеди Моисеевы, десять заповедей Моисеевых, мы нигде не встретим, чтобы в каком-либо из чтений или пений богослужебных эти заповеди десять пропивались, так же, как пропиваются заповеди блаженства во время божественной литургии. Мы слышим эти заповеди, заповеди блаженства, но заповеди Моисеевы иногда даже и затрудняемся назвать, ну хотя бы по порядку. Я проводил такие эксперименты, если можно так выразиться, и в воскресной школе, и в школе воскресной для взрослых наших прихожан. Очень многие затрудняются назвать все заповеди Моисеевы, все десять заповедей. Тем не менее, мы должны их исполнять. Очень плохо, если мы не знаем эти заповеди, и очень плохо, в большей даже степени, если мы их не исполняем или не стараемся исполнять. Поэтому, конечно, заповеди Божии, заповеди Христа, то, что дано было в Нагорной проповеди, и в заповедях блаженства, и в других заповедях, которые Господь дал своим ученикам, конечно, они продолжают заповеди Моисея, конечно, они не отменяют этих заповедей, но являются как бы их вершиной такой, тем, что ветхозаветный человек не мог в себя вместить. Ведь то, что касается заповедей Моисея, эти заповеди очень простые, они как бы само собой понятные. Даже язычники любят своих родителей, например, или стараются построить свою жизнь таким образом, чтобы люди в их сообществе отказывались воровать, чтобы это им было неудобно, неловко, чтобы они не убивали друг друга. Конечно, даже язычники это делают. Мы знаем кодексы заповедей, которые, например, были распространены в Древнем Египте, или заповеди, которые были распространены до сих пор в других религиях, например, в буддизме. Есть целые кодексы, своды этих заповедей, и многие из них похожи даже на 10 заповедей Моисеевых. Мы знаем, например, люди старшего поколения, разумеется, знают кодекс строителя коммунизма. Я еще очень хорошо его помню в силу возраста своего. И там очень многие вещи, которые записаны в этом кодексе строителя коммунизма, они вполне приемлемы для любого христианина. Поэтому сказать, что что-то Христос отменяет, пусть даже это не принадлежит христианской традиции или даже традиции ветхозаветной, нет. Христос аккумулирует всю ту любовь, которая разлита в его творении, в творении Божием. И эта любовь Божия, она проявляется в этих заповедях по отношению к самым несчастным, к самым отвежным, тем нищим духам, тем гонимым за правду, тем, кто алчит и жаждет ее. И эта любовь изливается на этих людей по преимуществу, потому что Господь в первую очередь пришел спасти не славных, не сильных, а тех людей, которые ничего не имеют. Но в Господе Иисусе Христе приобретают абсолютно все, Царствие Божие, Царство Небесное. И опережают на этом пути славных, великих, сильных и богатых мира всего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.